Здравствуйте! Итак, сегодня у нас игра с шоу-матча Лин Хэппи. Сильнейшие игроки на данный момент по его рейтингу, ну и объективно сильнейшие игроки. С учетом того, что 120-й подсдал в последнее время. Мало времени уделяет Варкрафту. Шоу-матч было 7, точнее тут даже не B, что 7, а просто они играют 7-карты. Там призовой за каждую карту, по-моему. Что-то типа 400 баксов за участие и по 100 баксов за каждую карту. Но серия сложилась так, что у них счет 3-3 и это решающая карта. Поэтому в любом случае ему пришлось отыгрывать все 7 карт. В принципе, я поскролил все матчи. Мне понравилось, что Лин довольно разнообразно играл. Одно время, но это где-то вот до лета, наверное, этого года. Он вообще исключительно играл вот плейт с ХТЦ, Т3. И это прям во всех сериях было. Я помню, они играли даже с ХПЧ, он тоже был 7. И там, по-моему, на всех 7 картах играл так Лин. Может быть, на одной что-то типа на Эхо там был Блейд ТЦ, что-то такое. Вот. А в последнее время он стал все чаще открываться через Форсира. И в этой серии все карты были через Форсира. Как, собственно, и на Элте. А у Хапача мы видим Дредлорда. Мы уже видели Дредлорда на Элте от Хэппи против Хумов. И даже против Андедов, против Арка. Я, если честно, не помню его игр на Лос Темпле. Довольно часто, кстати, на Лос Темпле именно решающие игры проходят. То есть, оказывается, последние карты. В принципе, это объяснимо. Элте — это новая карта, как бы смешно ни звучало. Она в Маппул вернулась совсем недавно, поэтому не наиграна. Ну, плюс ее в Ладдере нет. Поэтому оба игроки считают, что не смогут мне там свою лучшую игру показать, потому что она не наиграна. Плюс здесь многое зависит от респов. Ну, короче, более рандомная карта, чем другие. Поэтому, если ее оставляют в Маппуле, то стараются оставить напоследок. А перед этим играть карты, на которых более уверенно себя чувствуют. Здесь попался Форсир. Сураунд. Это одно из преимуществ дредборта на ЛТ. В том, что есть шанс выбить телепорт из вражеского героя. Такого, как там Архимаг или Форсир, или МК. Но если бы, конечно, здесь был Блэйд, то это бы не сработало. Тем не менее, Линдот решил открываться через Форсира, быстрый тэч. Два Барака и сразу Баратрумятник. Два Барака, в смысле, два Бестиария. Он и на других сериях так играл. Ну, я не помню, он прям сразу стоял, как там Минотавров после Т2 или чуть позже добавлял. Но суть в том, что он выходил там либо Райдеры Баратрумы, либо сразу Виверны Баратрумы. Ну, либо Виверн через Райдеров. В общем, угорел по Баратрумам. Ну, понятно, Баратрумы очень сильны против связки ДК Лич, потому что они распределяют урон. И эффективность Койл Новы смазывается. Ну, то есть, сложнее убивать одиночные цели. Эффективнее Хилл Скроллы работают, эффективнее работает лечение Шадоу Хантера, которого здесь, кстати, нет. А против Дредлорда... Против Дредлорда сомнительно. Против Дредлорда эмпатия очень хорошо работает на Блейда, потому что она сбивает слип. Ну, то есть, если кидается слип на Блейда, и на него висит эмпатия, то Блейд просыпается сразу же, как только наносится удар по любому другому юниту или герою арка с эмпатии. Ну, потому что урон распределяется, Блейд тоже получает какой-то урон и просыпается. То есть, тебе даже не надо его ручками будить, он автоматически проснется. Ну, только если Андетт... Это работает только если Андетт убегает, никого не бьет, кидает слип на Блейда, тогда он продолжает спать. Вот. В общем, с форсиром особой надобности в быстрых Баратрумах я не вижу, но Лину виднее. Кстати, ну, игра проходит на старом патче, понятное дело. Вот. Но, я думаю, в новом патче вот то, что отыгрывал Лин на этом, в этой серии, будет работать сильнее. Но, во-первых, можно будет на большинстве карт открываться через Хэдхантеров и Т2 Эксп. И Баратрумы станут более доступными. Они быстрее строятся, у них быстрее будет учиться Грейд. А Андетт даже никакой компенсации не получит. То есть, у Арков и 25 ХП Хэдхантера более быстрые Баратрумы, у Андеттов ничего. Ну, там баф некров, это смешно, конечно. По сути, ничего, если в текущем виде патч дойдет до лайва. Посмотрим. Так, здесь Лин нацелился на центр. У Хапача все очень хорошо по экономике. Он поставил Эксп с Нилем Хараса, на всякий случай Грейдит Спиритку против возможных Виверн. Лин, как мы видим, планирует ставить контр-экспанд. Здесь, кстати, хорошие респы для Андетта. То есть, если бы Арк был здесь, это было бы плохо для Хэппи Атак. Самому Хапачу удобно будет пушить Эксп. И непонятно, в каких Вивитах выходить с Дредвордом в лейте против Арка. То есть, Гули будут жестко рассыпаться от Чайника Стомпа. Какие-то, ну, до Вермов ты не доживешь, они медленные, долгие и так далее. Каннибализм, кстати, качается. Ну, это, видимо, просто для Криппинга. То есть, Дредлорд, он много урона довольно будет наносить в своей стае. Но, ну, ему все равно нужна какая-то поддержка из Винитов. Финды плохо сочетаются с Дредлордом, тоже по понятным причинам. Потому что нет ауру мобильности на Деке. Ну, ДК, скорее всего, будет вторым героем. Но он будет гораздо менее прокачен. То есть, там долгое время аура не будет. Потом будет только первая аура. В общем, непонятно. Ну, как правило, с Дредлордом делают что-то типа Гулей, Дистров. Ну, редко играют в Финдов все-таки. Ну, какая-то аркада с Некрами, возможно. Но здесь она не зайдет в любом случае, потому что быстрые Братрумы. Поэтому пока непонятно. Надеюсь, Хапач обузит каннибализм. Дожили. Ну, когда, конечно, поджимает и появляется необходимость, Хапач использует и героев, которых он не использует на других картах. И мы видим, и каннибализм тут ему пригодился. То есть, в этом плане он довольно гибко играет. Ну, понятно, что его гибкость ограничена возможностями расы. Он играет вот то, что является, ну, то, что он считает самым сильным всегда. Поэтому, ну, Дредлорда мы только на ЛТ от него видим. Окей, еще на Теренасе бывает против Хумов, но там все равно тяжело. Вот. Так, и здесь поймали Хапача, отжали две Гули. Но дальше Лин решил не соваться. Он отправляется давить экспант. Это правильно, у него третий Таурет, должен быть второй вейв. И обычно, ну, при попытке играть в Дредлорда на более маленьких картах, тебя просто убивают вот с этим пушем. Но здесь, напомню, 0 Хараса было на старте, и поэтому у Андеда ситуация лучше гораздо, чем обычная. Ну, опять же, из-за специфики карты. Свиток Зверя пошел, отбивается с помощью Карион Сворма. Выводится Гули. Надо в Гули кидать прокаст. Ой, там Таурет сзади спит. Кстати, видели, как он проснулся автоматически, мгновенно, после того, как был кинут Слип? Это из-за того, что на нем висела эмпатия, и кто-то из других юнитов под эмпатией получил урон. Хиллскролл был заюзан, и очень тяжело. Хэппи, смотрите, даже на такой карте тяжело ему отбиваться. Здесь еще Лину не повезло. Если бы вместо Креста ему упали хилл Ворды или Камень Маны, то было бы гораздо проще. Но и не хватает ему одного хиллскрола. То есть еще бы один хиллскролл сюда, он бы все это выхилил. А так, похоже, все-таки отковыривается Хапач. Но приходится ему добавлять хиндов, чтобы какие-то юниты были. Ну, сложно кого-то еще тут придумать. Гули, как мы видим, вообще не живут. Они очень быстро все откисли. И, по-моему, да, по-моему, он отбивается. Чуть-чуть здесь буквально не хватило Лину, чтобы продавить. И Форсир сейчас откисли. Ну, Форсир от Креста, он тут специально танкует. Да, отлетает вот стай. Хэппи задинаил Финда кинжалом. Специально его купил ради этого, чтобы не фидить в то время эксплей. И задефался на ультра на тоненького. Ну, собственно, это вот был самый-самый стандартный пуш против Дредлорда, который на любой другой карте практически Дредлорда хоронит. Но благодаря тому, что это ЛТ, здесь Хэппи задефался. Он не так много, кстати, наубивал. То есть, у Деки даже второй левел он не получил. При этом он убивал не только юнитов, но и самонов. Поэтому, по факту, он здесь еще меньше убил. Ну, то есть, умерло там несколько райдеров. Один Баратрум, по-моему, что-то такое. Потери не такие существенные. Ну, и у самого Лина тоже, как мы видим. ТЦ был ровно третий на момент пуша. Сейчас 3.6. Но тоже четвертый не взял. Задефался Хапач, хотя, конечно, здесь ситуация была не из приятных. У Лина уже работает экспантом. Сидит в 50-ти Хэппи тоже сидит в 50-ти Хэппи, сидит в 33-х. Кстати, ну, по сути, по экономике у них сейчас все одинаково. По прокачке у Лина лучше. Единственное преимущество Хапача, это то, что у него уже Т-3. И учатся Т-3 грейды. Гуль Френзи делается грейд на дистроф. Ой, сейчас он Работяк пощекочет. Так, и против возможных дистроф уже добавляет Бата Клин. Гули тут, которые взяты были на Харас, сейчас должны откиснуть. Хэппи старается по максимуму тут нанести урон экономике. Потому что у Лина нет, кстати, Рабов. Нет, он достроил. Смотрите, он после перевода достроил Рабов. И с лесом проблем у Лина нет, потому что он без Барака играл. И быстрая лесопилка была. Работяги эффективно добывали лес. Единственное, все-таки, может быть, стоит задуматься о Т-3. Честно, я начал это говорить до того, как Линтэч прожал. Ну, просто если Орк останется на Т-2, то рано или поздно Т-2 лимит начнет огребать прокачанных героев Андеда. Т-3 лимит, конечно, никаких новых юнитов ему не даст. Но у него появится яд на Виверн. У него появится грейд на Кадоев. Это 20%. Все армии урона. Очень круто. И что еще более важно... Ну, возможно, взять третьего героя СХУ, скорее всего. И что прям ультраважно на такой большой карте, как ЛТ, это возможность покупать шкатулки. То есть моментальный экспанд. Плюс ты можешь, допустим, 5 рабов с леса перевезти, купить Шрёдер, кинуть шкатулку, и у тебя сразу же полноценно работающий Экс появляется. Это, конечно, очень крутой девайс. Что же делает Хэппи? Хэппи, как мы видим, выходит из 50. Похоже, что он просто с дестрами пушит, собирается. Три табурета, уже один дестер есть. Достраиваются еще. Лину надо это проскаутить. Он чекает баткой потенциальный второй эксп. Отправляет Валка на разведку, чтобы посмотреть состав армии Хэппи. Хэппи тоже отправляет скелета на разведку. Чекает... Не докрепливает Лин тут. А, он просто выставляет армию, чтобы не прозевать заход арка. Видит, что к нему бежит отряд райдеров. Нет ни одного хилл скрала у Лина, что плохо против Дредлорда. Но здесь неудобно расположены магазины. Тяжело бегать за свитками. А у Андеда, кстати, есть свитки в своем магазине. И Хэппи должен купить как минимум один, потому что... Ну, чтобы гули хоть чуть-чуть пожили против вейвей чайника. Ой, кривой вейв в двух гулей всего. А вот чайник уже хорошо влетает. Лин пытается отступить на спид с крылья. Подлетают новые боты. Еще по грейдам на Дистроф. Грейды 0-0. У гулей есть один грейд на атаку. У Лина тоже один грейд на атаку. И на этом все. Ну, понятно, почему он не хочет учить грейд на армор. Потому что он не будет работать на Баратрумов. И не будет работать на Кадоев. Так, доделывается тэч. Сразу будет заказан грейд на Кадоев. Я думаю, первым делом. И, возможно, СХ, если ресурсы позволят. Ресурсы позволяют. Есть лимит под 80. Хэппи еще добавляет Дистроф. И, видимо, собирается все-таки в большой атаку. Купил телепорт. Купил банку маны Дредгороду. Скролл. Хэппи, ну нужен скролл. Лич куда-то пошел. Непонятно. Так. Ну как без скрола Хэппи? Давай. Голду ждет. Ждет 250 золота. Есть. Есть скролл. Пошли. Ну просто хилл скроллы это прям ультра сильный девайс на такой стадии игры. То есть он позволяет там восстановить, я не знаю, там полторы тысячи хп допустим. Это очень круто. То есть на больших лимитах один хилл скролл это гораздо лучше, чем достроить там еще дополнительного юнита. Так. У Лина Таурен должен переучиваться на стомпе, я думаю, в лейте, пока он этого не сделал. Хэппи уже нападает, Лин не готов драться, он не в позиции, теряет работяг, теряет бурова и думает только сейчас жмет тп. У Лина тоже есть два хилл скрола. Очень много дистров у Хэппи, возможно стоило им грейд на армор один выучить против баток. Батки сразу влетают, дистры сплитятся. Вейв кривой, Лин зачитал один скролл уже. Ой, плохая позиция. Райдерами надо фиксировать этих, фиксировать дистров, пытаться их по одному отжидать. Господи, по одному фокусить. Пятый ТЦ. Блин, ошибка от Лина, я думаю, то что он не перекачался все-таки на стомп. Стомп бы тут сильно помог. Третий стомп по героям. У Хэппи, по сути, кроме дистров ничего не остается. Минус лич. И надо жать Хапачу телепорт. Слушайте, вот он. Блин, ну как же не хватает. Ой-ай-ай. Успел передать телепорт. Лин циклонил Дрэглорда, но чуть-чуть поздновато. Ой, еще и Корион просто в последние наносекунды перед телепортом. 50 лимита на 51. То есть, по идее, в ноль разменялись, но так по ощущениям. Тут, кстати, еще рабы умерли у Лина. Да, рабов надо учитывать. А у Хапача больше до заказа. По ощущениям Хэппи больше в этом файте. Потерял, что по уровням. 5-5 уже герои у арка. Блин, мне кажется, надо все-таки переучивать Таурена на стомп. Ну, здесь уже Хэппи явно не будет большое количество гулей делать. Он, похоже, собрался до конца сидеть на дистрах. И, ну, вейв против героев неэффективен, против голых героев андеда, а стомп ультраэффективен. Потому что третьим стомпом, ну, ты уже не засплитишься от героев от него. По двум героям ты там почти наверняка будешь попадать. Здесь скелетик на харасс отправляется. Лин опять проверяет этот экспанд потенциальный. Хэппи отправляется на красную точку. Неужели он решил повторить свой трюк из игры с романтиком и опять выбить драконида? Тот самый фирменный раш с драконидом. А Лин что-то зажат. Но у него нет телепорта, он боится отсюда уходить и ждет следующей атаки Хэппи. А Хэппи не пошел сразу в атаку. Он крепит, ну, то, что раньше было островом на ЛТ. А теперь это полуостров. Жирнющий голем, два сильных дракона. Но благодаря Коэламу он эту точку закрепит. И ДК у него третий левел возьмет. Драглорд пятый. Лич второй. Все левелапы очень важны. Личу, скорее всего, Фрастермор будет вкачан, что полезно на героев. Ну, второй Коэл, понятно, тут жизненно необходим. И третий Корион. То есть это ультра важная точка для Хэппи. А у Лина уже 5-5. То есть Лину нельзя было давать закрепить Хэппи эту точку. Он мог его встретить здесь, дать файт. И гораздо выгоднее разменяться, чем это будет после того, когда Хэппи получил все эти левелапы. И что ему упал? Это ультимейт алхимика. Скипетр подчинения. Или я не помню, как он называется. Короче, одноразовый ультимейт алхимика должен быть кинут в какого-нибудь жирного юнита арка. Но это либо Кодой из очевидного, либо Виверна. Сейчас посмотрим. По-моему, Кодой 255 голды, Виверна 245. То есть Кодой тут самый дорогой. Так, дорогой Кодой. В этих строках Лин пытается зажать Хэппи. И Хэппи, скорее всего, будет делать телепорт. Да, потому что у него на базе копится подкрепление. Он пока просто выигрывает время. У Лина даже бетона нет, потому что ему постоянно убивали работяг на экспанде. И приходилось срывать рабов с мейна. Здесь один остался на лесе. Здесь еще парочка. Здесь тоже один. В общем, полез тут все минимально. Лин не хочет туда лезть. У Лина нет телепорта. Есть один хиллскролл. Вейв, кстати, хороший по табуретам прошел. Но, опять же, здесь вряд ли будет какое-то крупное сражение. Блин, ну, почти, почти уверен, что надо было переучиваться. Продал Кодой Ахапач. И он хочет максимально, по-первых, выиграть время, чтобы он тут отстроил до 80 лимитов. Кстати, пошли грейды на армор. Это уже второй идет. И также Хэппи хочет дать прокаст в баток по возможности. То есть, кинуть туда Корион, ноу. А Лин их, соответственно, не подставляет. Он старается подходить героями, райдерами, но не батками. Поэтому здесь такие танцы. И Хэппи в итоге просто покупает дирижабль и улетает на мейн за подкреплением. Лин этот момент проморгал. Лин, давай. Надо переучить Таурена. Хэппи готовится, похоже, к финальной атаке. Он достроил табуретов до 80 лимита. Перед атакой, соответственно, выйдет из 80, подняв эти табуреты. Должен закупать хилдскроллы, банки маны. Еще один, наверное, хилдскролл надо дождаться. Да, может даже печеньку ХП продать. Или что, отдает. Тоже логично, потому что Лич тут потенциально ультрабыстро. Быстро умрет. Хэппи начинает заранее поднимать дистроф. Он предполагает, что Лин до сих пор здесь может стоять. Таурен переучился? Нет, Таурен куда-то ходил. Переучился? Есть же. Лин тоже понимает, что ему тут стомп необходим. А Таурен... А, ТП-то у него есть? ТП нет. У Лина нет ТП. И он не успеет вернуться просто на базу. Очень долго он здесь стоял. И он, очевидно, потеряет Бабурова и всех рабов. И, скорее всего, потеряет Экспанд тоже за это время. Хотя здесь немного урона по зданиям. Но есть какое-то количество гурей. Таурен уже подходит. И сейчас позиция тут будет решать. Рабы успели все откиснуть. Теперь они не будут впитывать в себя урон в самой битве. И, да, очень быстро падает Эксп. Я думаю, Хэппи здесь еще подерется. Потому что у него еще осталось какое-то количество маны на дистроф. Ну и плюс ему не хочется сидеть в этом уродском лимите 90. Сколько у него это? Просто пошел за мест. Надо сплитить по возможности дистроф. Хапач их пытается развести. Какая новая шикарная. Развел. Хилл скролл. Лич выживает на чудесах. Просто армор ему в этом помогает. Тык в деку. У деки была банка ХП. Банка ХП работает. У Дредлорда две банки маны. Яд работает на дистроф. Но все дистры красные. Сюда бы пару баток. Жмет ХПач телепорт. И напоследок успевает Лину бить Лича. Но как же он спасает всех дистров? Реально, туда три бата и минус весь лимит. А так у Хэппи остается 80 лимита. У Лина остается 37. И потерян экспант. При этом заканчивается мейн. Закончился мейн у обоих игроков. Хэппи ведет дирижабль. Он, очевидно, сейчас возьмет Акалитов. И пойдет здесь и эксп закажет. Лин кидает шкатулку, но по лимиту он дико позади. Хэппи сейчас должен дожидаться Лича и идти добивать. Есть откил дистроф через кинжал, табурет. И еще и эффект от андэдовской земли. ДК взял четвертый в этой атаке. Вторая аура. Дредлорду все еще довольно много опыта не хватает до шестого. Возможно, инфернала опять не увидим. Так, разведка скелетами. Лин трется рядом. Ух. Ну, подвела, конечно, Лина позиция. И вот этот постоянный харас рабов сказался. В итоге ему не хватило чуть-чуть ботов. Буквально там, ну, 3-4 батки в финальном файте. И файт мог бы совсем по-другому пройти. На мейне хочет подраться Лин. Просто пока нет Лича. Не уверен, что у него что-то получится. Он отчаянно тыкает в Дредлорда. Но у Дредлорда есть телепорт. И Дредлорд тут ловит Кайлы. А Дистрам уже ничего не угрожает. Они, правда, сами мало урона наносят. Но, извините, их там сколько, чтобы 10 уже, наверное. И да, Лин тут... Ну, у него был единственный шанс подраться, пока нет Лича. Как-то попробовать и бить Дредлорда. Но этого не получилось. ГГ. Таким образом, Хэппи победил в серии 4-3. Может, посмотрим еще... Еще какую-нибудь игру из этой серии. В принципе, там прям неплохие были игры. Мне нравится, что Лин начал, наконец-то, играть ультра-разнообразно этот матчап. Ну и посмотрим, что будет в новом патче. То есть, если плюс-минус в таком виде изменения и пройдут, то Хабачу еще тяжелее останется раками. Вот. На этом все. Спасибо за внимание. Не болейте.